Всем привет! Рассмотрим, оказывает ли влияние подключение видеокарты через представленный райзер на производительность преимущественно в играх. Проверим это на RX 590 GME и GTX 1080 с объемом памяти каждые 8 гигабайт в равных условиях. Начну с AMD. Так как у данной карты имеется два биоса с разной частотой, воспользуюсь тем, что имеет большее значение. Установив ее в системник, прежде всего выясним, сколько баллов наберет видюшка в бенчмарке Superposition. По итогу значение составило 8346 с учетом нагрузки, вызванной видеозахватом. Тогда как без записи изображений с экрана 8666. В игре Forza Horizon 5 на среднем качестве графики FPS составляет около 73. Посмотрим, как повлияет использование райзера на работу карты. В операционной системе вновь запускаю Superposition. В этот раз количество баллов с учетом записи экрана составило 5961, а без нее 6972. Как следствие в игре при тех же средних настройках количество кадров заметно убавилось и составляет порядка 35. Давайте посмотрим, как это будет на карте NVIDIA GTX 1080. Установив ее непосредственно в слот на материнской плате, по итогу теста бенчмарка она выдала 15490 без видеозахвата. А в игре Forza Horizon на среднем качестве графики FPS находится в области 70 и 73. Установив карточку в райзер, посмотрим на результаты. В Superposition видюшка набрала 14 875 баллов, а в игре количество кадров уменьшилось до 40. Таким образом использование райзера снижает производительность в играх, да и собственно в целом. Прежде всего это обусловлено тем, что устанавливаемый разъем PCI Express X1 от райзера в слот на материнской плате X16 имеет меньшую пропускную способность. При этом в GPU-Z можно видеть, что используемый интерфейс системной шины отличается от того, когда карта подключена к материнской плате напрямую и через райзер. На этом у меня все, желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Субтитры создавал DimaTorzok